Как уже вядомо, различовать на поддержку могут семьи, для оплаты жилево-коммунальных послуг превышая установленный процент от сукупного дохода. Для горожан это выдастки больше за 20%, а для сельской мясовости 15%. То есть берется суммарная сумма услуг, считается суммарный доход семьи. И если оплата за коммунальные услуги превышается в оккупный доход, то, соответственно, на эту разницу будет насчитываться и рассчитываться безналичная жилищная субсидия. По сути, подобную подтримку грамотянам держава оказывала ирония. Правда, для этого свой низкий доход требовало подтверждать самостоинно. Зараз робить это не треба. Люди, которые сопроводимают потребу в субсидиях, будут вызначаться специальной программой автоматично по так званым выявным принципам. В этом списке, например, непрацующие пенсионеры и одиноко проживающие инвалиды, доходы, яких целиком прозрастые, и не мают потребу в додатковом подтверждении. Остальные грамотяне, которые претендуют на отрывание субсидий, смогут скрыстаться заявным принципом. Иншими словами, свернуться с заявой и пакетом документов особистов в оконкам обо сельский совет по месту жихарства. Решение будет принято на протягу 10-15 дней, а усилу яна уступить в наступном календарном месяце. С подобными заявами по области уже взвернулись 55 человек, а малюси отримали становший отказ. Дорогие разу по угоду им придется подтверждать свое право на субсидии. Сумма субсидий будет для всех граждан абсолютно разная, поскольку здесь учитывается как совокупный доход семьи, так и площадь жилого помещения, также тот объем жилищно-коммунальных потребленных услуг. Поэтому не будет равной господдержки в виде субсидий. Все эти безналичные жилищные субсидии будут иметь разные цифры для разных категорий граждан. Субсидоваться будут все основные послуги, коли не перевышены нормативы споживания. Будут покрываться выдатки на электроэнергию, на рух лифта, уборку и светление места у агульного корыстания. А вот додатковые виды послух, от каких человек может отмовиться, не будут субсидоваться. Это, например, виды о назирании. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио «Кампания Гомель».